Неустрашимый правитель и могущественный лидер. Всегда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Смелый политик, да и просто брутальный мужчина. В туалете поймаем, мы и в сортире их замочим. Такой имидж российская пропаганда годами складывала кровавому диктатору Владимиру Путину. Но провал войны в Украине, а также халатность и безразличие ближайшего окружения российского президента наконец проявили его настоящий характер. Одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то. Бравый Владимир показал себя обычным пугливым Володей, чья мнительность и предрассудки берут верх над его решениями. Давайте откроем матрешку и узнаем, чего на самом деле боится Вова Путин. Я не трус? Я боюсь. Эта фраза из культового советского фильма стала практически крылатой. Наверное, ею так любящий все советское Путин и руководствуется. Ведь по словам ближайшего окружения бункерного деда, он уже давно видит врагов буквально везде и постоянно боится, что его убьют. Боится из тюрьмы, боится ответить за Беслан, боится ответить за Норд-Ост, боится ответить за Курск, боится ответить за войну с Украиной и за всякие криминальные аферы. Американский психиатр, профессор Калифорнийского университета Джеймс Феллон несколько лет вел научные наблюдения за поведением российского лидера. Издание The Insider психиатр сообщил, в нем проявляются черты садиста. Хуже просто не бывает. Психиатр также уверен, что рассудок Путина значительно помутнен. Он постоянно впадает в паранойю, а в мозге идут дегенеративные процессы. Его поведение и походка изменились. Люди обратили внимание на то, как часто он стал кашлять. Подобное случается с людьми, у которых возникает деменция на фоне опухоли в области префронтальной коры головного мозга. Британский политолог, профессор и специалист по вопросам международной преступности Марк Галлиотти полностью согласен с американскими специалистами. Он также считает, что страхи Путина давно переросли в паранойю и прямо заявляет об этом авторитетному изданию Daily Mail. Путин замкнулся в своем выдуманном идеальном мире богатства и власти, в котором разрешено лишь то, что он хочет, и тогда, когда хочет он. Все мы помним пресловутые расследования СМИ о дворце, а главное о бункере Путина. Но согласно докладу Минобороны США у Путина не один, а целых пять бункеров. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Первые два расположены в Москве непосредственно под Кремлем и под МГУ Ломоносова. Эти суперзащитные сооружения находятся на глубине 300 метров под землей. Для сравнения, самая глубокая московская станция метро находится на глубине всего 73 метра. В Пентагоне утверждают, что московские бункеры Путина могут вместить до 10 тысяч человек и соединены между собой железнодорожными тоннелями. Два других бункера расположены неподалеку от Москвы. А запасов воды и продовольствия в них хватит для полноценной жизни людей на протяжении нескольких месяцев после ядерной атаки. Но самое интересное оборонительное сооружение находится под землей на Урале. Крупнейший секретный бункер расположен под горой Ямантау, вблизи южноуральского горнолыжного курорта. И представляет собой целый подземный город. Планы грандиозные, деньги выделяются колоссальными. В начале своей карьеры Путин часто летал в эту область, якобы кататься на лыжах. Но считается, что бункерный правитель так контролировал окончание строительства секретного подземного города. В подземном комплексе создана вся необходимая инфраструктура, подведены коммуникации, налажены системы жизнеобеспечения. Созданы все условия, чтобы как минимум полгода люди могли находиться в этом подземном городе. Считается, что город в горе рассчитан на одновременное проживание в нем 300 тысяч человек. Ну и конечно, все мы помним о дворце Путина. Тогда расследование российского оппозиционера Навального наделало немало шума. Но основное внимание все почему-то уделили золотым ершикам для унитазов и аквадискотеки. А самое-то интересное, как говорится, внутри матрешки. Интересно, сколько там матрешек? Под наземным путинским дворцом расположен еще один. Самый настоящий подземный дворцовый комплекс на 16 этажей. Данные об этом чуде инженерной мысли опубликовало российское издание «Медуза». Под домом находится целый муравейник. На 14-15 уровне верхний блок технических помещений. На 8-ом – винотека. Это беспрецедентный подземный объект, аналогов которому по сложности и насыщенности в России просто нет. В общем, вы поняли. В случае чего перепуганный Путин будет перебегать из бункера в бункер, как ошпаренный. Ну или кататься на своем подземном метро. Да-да, такое тоже имеется. По секрету сам скажу. Но несколько лет назад в интервью российским СМИ бывший префект Центрального административного округа Москвы Александр Музыканский заявил, что система коммуникации «Метро-2» является беспрецедентной по своему масштабу и значению. Это гигантская система. Она строилась 40 лет. Подземные коммуникации связывают Кремль с командными пунктами высшего военного и политического руководства страны в период вооруженного, в том числе ядерного конфликта. Кстати, вот такие вагоны предположительно передвигаются по «Метро-2». Спецметро – не единственный особый транспорт, в котором собирается прятаться бункерный диктатор. Ведь судный день для Путина – это не только победа Украины в войне, но и народное прозвище его «Особого самолета». Если происходит ядерная война, то это передвесной командный пункт для высшего руководства Российской Федерации. Массивный воздушный крейсер Ил-80 – это аналогов нетный первый борт ВВ. Именно на нем фюрер 21 века планирует подняться в воздух в случае апокалипсиса. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. Самолет, конечно, усиленно защищен от радиации. Оснащен системой дозаправки в воздухе. А на борту находится кабинет, комната для совещаний, комната отдыха, а также бытовой отсек, аппаратный для связистов и кубрик для сменного личного состава. Кстати, совсем недавно этот воздушный катафалк несколько раз замечали в небе над Москвой. Так Кремль пытался показать миру, что готов к применению ядерного оружия. При этом сам Путин как-то быстро сдал назад. Конечно, это катастрофа всемирная. Но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы. Ну а пока лидеру орков приходится встречаться с мировыми лидерами, ходить на совещания с родными чинушами, и все это на земле. А потому и меры безопасности для трусливого главы Кремля считаются самыми беспрецедентными в мире. Ну где вы видели, чтобы президент страны проводил переговоры с главами государств на таком расстоянии? Ладно там Шойгу или другие неугодные, но нельзя же свои параноидальные страхи так открыто показывать всему миру. Палитесь, Владимир Владимирович. А еще в 2014-м в СМИ попала информация о том, как питерский диктатор ездит в иностранные командировки. Издание The Daily Mail сообщает, что во время посещения саммита G20 Путин поселился в брисбенском отеле «Хилтон». При этом 75% номеров были заняты охраной испуганного лидера. Блюда для Путина пробовали перед тем, как он начинал есть, чтобы убедиться, что они не отравлены. Его зачастую окружала толпа сотрудников органов безопасности. Журналист издания The Independent Джон Уолш также утверждает, что в штате президента Путина есть личный дегустатор, и это сотрудник его службы безопасности. А если хорошо поел, самое время, ну вы понимаете. Но и тут не все так просто. Не так давно в СМИ попала информация о том, что испражнения Путина собирают за ним в специальный чемоданчик. Знаете, как за собаками на выгуле. И все это для того, дабы западные спецслужбы не получили информацию о здоровье чокнутого деда. Да врут все время, вот поэтому тень на плетень наводится. Путин боится практически всего и все больше впадает в паранойю. Издание Daily Best, ссылаясь на собственные источники, заявило, что кровавый диктатор подозрительно относится не только к своему ближайшему окружению, но и к обслуживающему персоналу. В прошлом месяце он заменил весь свой личный штат из тысячи человек. Прачки, секретарши, повара, совершенно новая группа людей. Правильно, правильно, Владимир Владимирович. Ведь если не отравят, то еще чего поинтереснее придумают. Например, сглазят. Или чего хуже, порчу наведут. Ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили. Суеверным кремлевский паранойк считался всегда. И, как рассказал журналистам экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, особенно это стало заметно в последнее время. Путину явно эта тема нравится, потому что вообще у самого Путина, вот его ближайшем окружении, укричение этим мистицизмом, оккультизмом и так далее. Путин приверженец всяческих обрядов и шаманизма. А приучил его к этому бывший оленевод, а ныне министр обороны Шойгу. Дело в том, что Шойгу выходец из республики Тува, где до сих пор распространены магические шаманские обычаи. Российские СМИ не раз показывали, как Владимир Владимирович вместе со своим карманным генералом отдыхают в лесах тайги. Эти покатушки даже иронично называли «таежным романом». Но близкое окружение кремлевского руководства утверждает, что истинная цель этих поездок – заручиться поддержкой магических сил. Страхи Путина подчеркивает и расправа с чудаковатым, но безобидным Александром Габышевым. Несколько лет назад житель Якутска назвал себя шаманом и объявил, что пешком идет в Москву, чтобы изгнать из Кремля демона. Страх сказал, я изгоняю деду Путина демона. Габышева задержали и упекли в психбольницу. От греха подальше, как говорится. Зато теперь шаманы всея Руси яро поддерживают боязливого диктатора и даже совершают ритуалы в поддержку российской агрессии. Мы поддерживаем вас, цвета, а мы делаем обряды. А это Алена Полынь. Ее называют «ведьмой Путина». Недавно в центре Москвы эта предприимчивая деятельница собрала целый шабаш, дабы провести ритуал в поддержку Путина и его политики. Мы уважаем нашего президента, и человек силы не может не уважать власть, в которой присутствует. Нам очень важно, чтобы все решения в стране принимались должным образом. И мы понимаем, что силы должны помогать власти и помогать стране и соответственно земле. Каким-то образом этой гадалке удается собирать целые магические конгрессы и привлекать обширное внимание СМИ. Именно поэтому говорят, что сам ВВП способствует ее деятельности в обмен на какие-нибудь защитные магические ритуалы. Я хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за возможность собраться нам здесь, в России. Потому что не каждая страна, к сожалению, сейчас относится более-менее лояльно к магии. Но суеверным стал Путин на старости лет. Ну, боится всего. Что тут поделаешь? Только вы, товарищ фюрер, как говорится, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. А то все эти шаманские ритуалы, ведьмы и прочие магические штуки ну никак не соотносятся с недавним строительством православного храма вооруженных сил. В общем, сколько Путина не показывай с голым торсом, все вокруг давно понимают. Никакой он не мачо, и тем более не храбрый руководитель. Путин обычный, суеверный старик с кучей страхов и опасений, которые с каждым годом все больше перерастают в серьезную паранойю. И как бы бункерный дедушка не ограждал себя от реальности, именно страхи приведут его к тому, чего он больше всего и боится. И, как говорится, скорее бы. Субтитры создавал DimaTorzok